Дамы и господа, музыкальная пауза. У нас в целом уходит основатель компании «Поберлик», лидер фракции «Новые люди» в государственной стране... Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо, спасибо, пожалуйста. Помните, когда Людмила Зыкина наступала в Азербайджане? Она говорит, я уже не могу петь. Ей сказала, слушай, не надо петь, ходи просто туда-сюда. Вы очень добрая аудитория. Самая, наверное, лучшая в моей жизни. Очень рад всех видеть. Давно уже не виделись. То ковид, то еще что-нибудь. И вот эти минуты в зале, когда я сидел, конечно, радость переполняет. И, конечно, дело и в дне рождения. Компания тоже. Но, мне кажется, дело в другом. Дело в наших отношениях. В том, что так многому хорошему... Мы друг у друга, особенно я у вас, научились. Так много вместе сделали, прошли. И что это целое, наверное, у кого-то половина жизни, у кого-то чуть меньше, у кого-то, может быть, даже больше. Спасибо вам большое за эти годы и за эти отношения. Пока говорил, подумал, что, наверное, вообще всему хорошему в жизни меня научили женщины. А просто кто же научил плохому? Очень интересные... Это у нас было и продолжается путешествие, приключения. Я буквально на днях был на выставке «Интершарм», там открывал ее, и спросили, а у вас какая была выручка в первый год? Люди, которые сейчас делают косметики, журналисты. Я пытался вспомнить, что это было примерно миллион долларов по курсу 5 рублей за доллар. Был такой курс. Из 5 миллионов мы сделали в первый год. Во второй год — 50. Это маленькая компания. Но эта компания знала, что она будет большой. Она будет большой не только по размерам продаж, по выручке. Вы помните, что друзья пойдут на выручку? Была бы выручка. Мы знали, что она будет большой по качеству той жизни, которую она дает нам, дает окружающим людям, что это такая высокая история. И помните, когда появилась метафора, что нужно два крыла человеку? Одно крыло... У нас люди любят либо какое-то материальное что-то, чтобы не в жизни было, либо было что-то такое высокодуховное. Ну а дальше уже там... На что жить непонятно? Мы сказали, что нет. Человека должно быть, если он птица, если он высокого полета, должно быть два крыла. И строили эту двухкрылую компанию, двухкрылое сообщество, где неизвестно, мы больше приносим материальные пользы людям, или, может быть, так и духовные. Вот это надо еще разобраться. Или можно даже не разбираться, а просто наслаждаться процессом. Готовясь к выступлению, перебирал разные фрагменты нашей жизни. Вспоминались... Болистал газеты, вспоминались какие-то наши первые тюбики, вот и как мы их там делали. И помните, было много идей сделать музей Фаберлик? Я говорю, давайте мне делать музей, потому что первая продукция такая, что сейчас с высоты Родинова неизвестно, лучше ее показывать или лучше не показывать. И тем не менее, мы с вами учились, мы росли над собой. И это, наверное, вообще в мире очень высокая ценность развития, которую примерно... Притом очень мало кто разделяет. Люди говорят, мы хотим развиваться, и потом идут вместо спортзала поспать, или вместо того, чтобы делать какие-то шаги в неизвестность, ищут где теплее и светлее. Мы с вами люди, которые точно это развитие и проходим сами, и несем другим. Иногда, правда, конечно, мы, как советский комсомол, сами создаем трудности, ну и, конечно, сами их потом преодолеваем. Это тоже неотъемлемая часть развития, это просто нам повезло. Я не знаю. Мы всегда знали, что просто продажа — это мало без производства. Мы всегда знали, что производство — это мало без науки. Мы всегда чувствовали и делали, чтобы продукт был полезным. Надо, чтобы он был вкусный, чтобы он был увлекательный, яркий, чтобы он был модный. Поэтому у нас, конечно, жизнь завела и в фэшн, и в еду, и куда только не завела. Еще куда не завела, куда вас заведет она. И, конечно, при этом, я помню, один такой важный диалог для меня, когда я в разговоре с нашим лидером, тогда Рубиновым, сказал, что для вас производство важнее или вот мы — сеть. Я говорю, ну, конечно, один Рубиновый директор — это важнее, чем вся фабрика. Она говорит, м-м-м, тогда пригласите на фабрику. И, как вы знаете, наше производство тоже каждый год что-то новое делает с собой, становясь современнее, более передовым. Может быть, передовым во всем мире в каких-то областях и симпатичным. Это, наверное, такое тоже свойство человека — стремиться к тому, чтобы, не останавливаясь, становиться лучше. И я рад, что мы это свойство все разделяем. И самая большая, конечно, это ваша работа, вклад, инвестиция в других людей, когда мы стараемся другим людям что-то объяснить, что мы уже прошли. Не поучительно, не нравоучительно, а просто делясь своим опытом, как мы это проходили. И иногда это находит отклик, иногда не находит. Но пока мы другим объясняем, особенно третий-пятый раз что-то, в этот момент мы сами это начинаем понимать, начинаем это сами делать. И я много раз говорил вам, что неизвестно, стали ли люди, в которых вы инвестируете свое время, энергию, сочувствие, всем собой помогая человеку, становятся те люди лучше, я не знаю. Но то, что вы, мы становимся лучше, это вот факт. Видите, вот Ян Яныч Поповский поехал в Турцию и стал делать турков лучше, и сам как бы построеннел. То есть это какой-то закон обратной связи. Ты что-то делаешь для людей, и иногда тебе возвращается. Ну, в обоих сомнительных формах тоже, конечно. Но, в общем, все-таки люди у нас в мире благодарны, поэтому чаще в хорошем. Вам большое приветствовать от Александра и Владислава Дованкова. Сегодня утром выезжал, мой папа меня провожал на лавочке у нас около дома. Он говорит, ты едешь на мережные фабрики? Я говорю, да. А папа был одним из директоров производства фабрики. Он вспомнился. Передайте от меня приветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я очень вам благодарен не только за ту дорогу, которую мы прошли вместе в Фаберник, строя компанию, строя ее как международную. Кстати, вот мне тоже сказали, что оказывается, вы в прошлом году, в 21-м, уже все компании международные в России обошли по продажам. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы помните, одна оставалась? Вот и ее тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В 21-м году. Что... Хотел вам сказать, что кроме того, что мы вместе прошли большую дорогу в компании, я очень благодарен всеми сидящим здесь за поддержку тех разных инициатив, которые, казалось бы, в прямом отношении ни к косметике, ни к построению бизнес-организаций ваших не верят. Мы с вами неугомонно все время что-то делали поверх наших повседневных жизней. Это и... Мы создавали общественную организацию еще русской линии в 90-е годы. Мы сделали большое движение по посадке леса. И посадили сначала активами одного футболика, потом еще помогли мы с вами создать экологическую организацию ЭКО. И посадили больше десяти миллионов деревьев. АПЛОДИСМЕНТЫ Кроме России и других страны. Мы... Вот так подумаешь, вот чего вдруг мы это стали делать? Хотелось просто. Мне кажется, можем все позволить, делать что-то большее, чем другие дела. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вижу, кого-то нас зацепило. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, конечно, огромное спасибо, что потом это отчасти переросло в создание образовательной программы «Капитаны», которую мы тоже начали делать в трех странах. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас создан такой партийный проект, называется «Я в деле». Он же работает в 63 регионах России плюс Москва и Санкт-Петербург. В Москве больше чем в 20 вузах пришли капитаны и очень других школьников, студентов 2-3 курса предпринимательства. Это уже не четырехлетняя программа, это пятимесячный курс. Но я считаю, что в наше время, и наш с вами опыт это доказывает, предпринимательская грамотность – это то же самое, что в 20 веке была просто грамотность. Да, не все люди, которые умеют читать и писать, становятся поэтами, писателями, журналистами. Да, может, они не мастера слова, но они умеют читать и писать, считать, и это открывает им дорогу совершенно другого полета. Как когда-то, в начале 20 века в России была такая компания по ликвидации безграмотности, и она очень много дала стране. Так сейчас мы проводим такую ликвидацию предпринимательской безграмотности, потому что в 21 веке умение не быть на какой-то работе, не быть только лишь сотрудником и узким профессионалом, а умение быть человеком универсальным, человеком новатором, который придумывает небывалое, потом это небывалое еще монетизирует, превращает в деньги, какие-то полезные для людей товары, услуги. Это прямо сегодня дорога к куску хлеба. Мы видим, что только третий ребят потом делает свое какое-то дело. Но две трети, делая карьеру потом в организациях, в государственных, в корпорациях, все равно этот творческий подход очень помогает. И, конечно, большая благодарность от самих студентов, от их родителей и особенно довольной бабушки. Бабушки узнают жизнь и понимают, что через какое-то время только в России останется пенсия, и наши дружеские страны во всем мире не будут. И что их внукам, их внучкам придется рассчитывать только на себя, где-то через 50. Поэтому это новая грамотность. И мне кажется, мы это уже 25 лет делаем. Время лучших. Это прямо порой этого образования. Я понял по вашим аплодиспетрам, что пора заканчивать. Дорогие друзья, и, конечно, я очень благодарен вам, что вы меня поддержали самым интересным за последнее время, так я скажу, нашей большой программы, большой идеей и истории, которая называется «Политическая партия «Новые люди». Вы ее создали». Спасибо, что меня тоже поздали. Вот. Мне было неудобно просить Серену Валентину, но она говорит, «Давайте, я побыла представителем партии три месяца, давай ты дальше будешь». Я говорю, ну, если люди настаивают. Поэтому мы вынуждены. Она говорит, давай, я буду бизнесом сниматься, а ты давай будешь в партию дальше. Я говорю, хорошо. И благодаря, конечно, вам, мы и в 2020 году добились успехов везде, где на выборах участвовали, и в 2021 году прошли Государственную Думу, и больше трех миллионов человек проголосовало за новых людей. И это, я считаю, вклад и сидящих в этом зале, и тех наших коллег, которые не прилетели, в этот вклад огромный. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока я не ухожу... Я сказал спасибо и ушел. Не-е-е. Вы же помните, да? Я, как в одном олигархе российского порядка, он говорит, прощается и не уходит. Наверное, такой уже. Вот. Несколько слов еще. Что, конечно, удается сделать на этой новой работе за этот год? Мы видим, что людей, которые озабочены о том, как устроена экономика России, о том, как устроена социальная сфера. В общем-то, они есть, но их немного. И поэтому то, что мы в Государственной Думе и общаемся очень плотно с правительством, с администрацией президента, позволяет многие темы поднимать и решать. И, конечно, мы партия, которая считает, что Россия должна быть частью мира, не быть изолированными. Мы те, кто считают, что надо дружить и с теми, кто сегодня дружественные страны, и их представители сегодня тоже в зале. И считаем, что надо выстраивать сложные, конкурентные отношения со всем миром. И с Востоком, и с Западом, и с Югом, и с Латинской Америки, и с Далекой Океанией. Потому что мир, да, он переживает свои вдохи и выдохи. Он то глобализуется, то начинает распадаться на какие-то зоны, но он все равно, единое человечество, оно нуждается в том, чтобы такая вот и гармония, и взаумлажение, и безопасность общая, она нарастала. И я очень рад, что в это сложное время я там, где я есть, и могу какой-то вклад, иногда меньший, иногда больший, выносить в эти вот переломные, поворотные моменты, будучи вашим представителем в этом властном социуме, в властном где. Вот разберемся, что это было. Спасибо за сегодняшнюю теплоту. Прямо из зала она и огоньками светит, и из ваших глаз вучиться. И уверяю вас, что и с Россией, и с нашими странами, которые наши соседи, добрые друзья, все будет хорошо, как именно, когда, это вопросы, которые предстоит решать. Но это точно будет новый мир, который будет интересней и лучше того вот до ковидного и до последних ситуаций, которые мы знали. И это наша общая задача, потому что, вы помните один из принципов компании, это любовь к родине. И, конечно, мы все и очень много делаем, и много думаем о нашей любимой родине, России, заботимся о наших соседях. И каждый человек, он проживает ту жизнь, которая, с одной стороны, выпадает в ту историческую эпоху, в которой он живет, и с другой стороны, проживает ту жизнь, которую он сам прочерчивает. Я вспоминаю слова одного из наших лидеров. Одни люди смотрят на кого-то и говорят, куда катится этот мир, а другие люди, собственно, его и куда-то и катят. Это мы с вами и с нашими семьями, с вашими консультантами, с теми семьями, которые вместе с Фоберлип, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.